Звучит заветный сигнал и очередной посетитель отправляется к столу освободившегося инспектора. Сегодня в налоговой день открытых дверей, а это значит, что помимо плановой работы, сотрудники ведут прием и тех, кто просто хочет узнать, есть ли у него налоги, льготы на них и какие именно. У меня как бы за квартиру еще не пришел налог, не могут здесь его распечатать. Специалисты налоговой службы готовы подробно рассказать о том, кто должен уплачивать имущественные налоги, в какие сроки, какие ставки и льготы применяются в конкретном муниципальном образовании. Не случайно именно эти даты во второй половине ноября выбраны для проведения дня открытых дверей. 1 декабря срок уплаты имущественных налогов, налога на имущество, земельного налога и транспортного налога. Многие налогоплательщики не получили налоговое уведомление и хотят исполнить свою обязанность по уплате налога, поэтому мы им предоставляем такую возможность. К наплыву посетителей сотрудникам налоговой инспекции не привыкать. И несмотря на массу нюансов, в теме налогообложения работа идет четко, быстро, без образования длинных очередей. А благодарные налогоплательщики выставляют свои оценки этой работе. На 4 с плюсом, на 5 я даже свое не оцениваю. 5 это вообще идеальный вариант, но то, что люди работают хорошо, это очевидно. Мы сегодня получили талон, я вам скажу, но я ожидал худшего варианта, но мы обслужились в течение часа. При наличии такого количества людей, я считаю, это нормально. Много желающих прямо на месте пройти процедуру регистрации в интернет-сервисе Федеральной налоговой службы России. Личный кабинет налогоплательщиков для физических лиц призван значительно упростить процедуру уплаты налогов, а количество посещений налоговой свести к минимуму. Можно прийти в любую налоговую инспекцию со своим ННН и паспортом и открыть личный кабинет. И через личный кабинет вы можете оплатить квитанцию, можете распечатать уведомления, квитанцию, также оплатить, сходить в банк. Заплатить налоги придется всем. Детская отговорка «А я не знал», начиная с нынешнего года, уже не будет поводом для неуплаты налогов. Законодатель ввел поправки к налоговому законодательству, что в случае, если вы не получаете налоговое уведомление, а у вас есть собственность объекта движимого и недвижимого имущества, вы обязаны до 31 декабря 2016 года заполнить сообщение по форме КНД 1153-006 и приложить копию провосстанавливающих документов. Это можно, конечно, проигнорировать, но тогда наказание будет весьма суровым. Дело в том, что в налоговую инспекцию каждый год поступают данные из ГИБДД и Росреестра. Поэтому спрятать от налоговиков собственность не получится. Нарушителям будет начислен налог за три предшествующих года и применены штрафные санкции в размере 20% от суммы налога. Максим Козлов, Владимир Андреянов, Елена Кошелева. Видное ТВ.